Здравствуйте, мои дорогие! Какая тайна вам скоро-скоро-скоро откроется? Может, сейчас как раз откроется эта тайна? Мы любим тайны, поэтому таких видео много. Вот, будет. Какая тайна вам откроется? Смотрим как раз на Оракуле тайны. Итак, смотрим. Самое такое интересное. Первое. Какая тайна откроется? Настройтесь, расслабьтесь. Какая тайна откроется скоро? Так, вот она тайна. Змей. Тут какой-то змей. Или змея. Кто такое? Что такое? Вы откроете действительно какую-то важную для себя тайну треугольник здесь. Вот так вот. Треугольник открывается тебе. Скоро откроется. А каким образом? Что это будет? Тут, знаете как, со стороны вот женщина какая-то. Она как проявится, какая-то женщина. Вы увидите. Это будет что-то ключевое какое-то. Такое происшествие. Да, скоро тебе откроется, что ты реально, ну как, видишь треугольную какую-то ситуацию, какое-то соперничество тут присутствует. Именно как женщина как проявится. И ты это поймешь. Это будет четко видно, мне интересно, или так, догадки? Ты расстаться захочешь. Ну смотри, если ты в треугольнике, тут идет расставание. Но тебя не отпускают. Тут только все началось. В общем так, смотрите, я все-таки пойду на сюда, да, то есть тут говорят, что силы запрещают. Смотрите, тут еще и вторая карта такая выходит, да, которая тоже об этом же говорит. Я хотела просмотреть дальше, но тут говорят, что если дальше ты будешь, тут можно загадать, ну, как это говорят, когда гадаешь, 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 и как бы на одного человека смотришь, и кажется, что ты, ну, начинаешь уже разочаровываться в этом. В общем, чтобы не разочароваться, сейчас говорят, вот именно это гадание нужно приостановить. Да, будет расставание, оно будет и начало, представляете? Будет и начало. Хорошо, что из этого нам можно знать? Что это за, может быть, что за начало? Ну, во-первых, будет разговор какой-то. Вы поговорите, наверное, с этим человеком. Относительно какой-то женщины. Все, новая информация идет, закрывается та информация. Тут будет еще какой-то мужчина, который захочет с вами взаимодействовать. Все, информация закрыта. Здесь мрак пока. Мрак такой, ну, наслали какой-то сейчас как высшие силы, затумали или затуманили, чтобы вы перестали сейчас именно эту тему разжевывать. А почему? И тут показывают вам нового мужчину какого-то. Но я бы хотела узнать, почему эту тему нельзя разжевывать. Что такое? Есть крысы, которые захотят вам подпортить. И они слышат это энергетически или же присутствуя на этих раскладах наших. Они слышат и хотят вам перекрыть дороги к вашему счастью. Вот так вот. Вот так. Все, больше тут говорить пока нечего. Дальше будем смотреть. Все, что нам будет позволено узнать, мы узнаем. То, что не позволено, мы тоже будем разгадывать. Все, что только чтобы во благо. Дальше. Идет мужчина. Причем, ну как, богач нарисован у нас. А вот середина лета. Если ты смотришь, допустим, в то же время, где и я, но в любом случае середина лета идет. Нет, вот в любом случае середина лета какого-то. Хорошо. А что это за человек? Ну, такой не слабенький мужчина, вижу. Кто он такой? Таня какая-то откроется о нем. Кто такой? Порча выходит. Откуп. Он вышел из сложной ситуации. Там была... Именно он, это его организм сейчас показан, да, под воздействием, будто бы каких-то магических, ритуальных процессов. Но он вас будто бы видит на расстоянии, как будто бы ощущает вашу энергетику такую яркую. Нет, смотрите, да, это не нет, да, это есть вот это. И плюс еще, я не знаю, каким-то образом у вас случилось так, что ваша энергетика настолько мощная, что вы сожгли порчу у мужчины, который на расстоянии. Вы очень чисты. Вы исцелили ситуацию тьмой. Князь тьмы просто перед вами на коленях стоит. А его работа все-таки темное дело. Но даже он преклонил колено и говорит, что я такой чистоты не видел. Сюжет драмы тут просто класс. Ну, крысы есть. Будьте осторожны, потому что даже вот впадая в вожделение, да, вы даете возможность крысам разным пробить вашу... энергетику. Так вот. И они начинают кукловодить. Им и так кукловодят, и они пытаются. Обрезайте вот эти нитки, которые они на вас цепляют. Как обрезать? Ну, не знаю. Помните, как тут вода идет? Помните, как крыс заманивал в сказке этот... С опилочкой такой шел мальчик. Вот. У вас получится это. Заманить крыс в воду. Они попадают и потонут. А ниточки вы обрежете. А то, слушай, иголки у вас тыкают. Чтобы вы могли ослабнуть, да, и подчиниться их воле. Это те гадины, которые почему-то не хотят, чтобы в вашей жизни появился мужчина. А кто это такие вообще? Кто это такие? Что за крысы-то есть? Давайте их рассмотрим. Там мы уже посмотрели, да? Давайте не будем. Крысы и лисички нехорошие вышли. Страшно делать свое свое дело. Хотят развести вас с вашим любимым. Ну, вы святая у нас. Именно в хорошем смысле. Не святоша, а вот именно реально очень чистый человек, который имеет свое призвание в жизни, свою миссию. Вы звезда. Вот мне интересно, как этот звук отыгрывается здесь у меня в раскладе. Звук наших соседей. Так. Тут будет какая-то поездка. Причем она как созданная для этой поездки. Нужно было постараться, чтобы вы поехали. Заикарение какой-то ситуации. Она будет, эта поездка? Ну, как бы да. Что-то будет. Главную роль будет играть мужчина и попытается завоевать ваше сердце. Я еще вижу, что здесь еще какой-то новый человек идет в вашу жизнь. Издалека тоже предлагаю свое сердце. Вы когда-то загадали желание, оно идет. Но, опять же, здесь вы перестаете что-то чувствовать. Как будто бы не слышите свое сердце. А почему? У вас не до этого. У вас какие-то другие проблемы свои. Быть, дети, все что угодно. Это вас сбивает с толку. Какая-то проблема там, возможно, дома. Но, 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 но. Тут будет восстановление. Вы выметите эти проблемы. Исполнятся ваши мечты. А, что это за обида идет? Тут такая, что это такое? Вам говорят, откуда ноги растут. Возможно, у вас, у девочек, да, какие-то вот отношения именно с мужской половиной не складывались из-за отношений. Ну, я не говорю, что у всех. С каким-то мужчиной, да, либо отцом. Тут идет обида на отца. Может, там был, не был отец у вас. Да, оттуда идет. И поэтому контингент мужчин в вашей жизни почему-то вроде как не те, не те, не те, не те. Вам так кажется. Козел и овечка выходят. Ну, это цирк просто. То есть пара, ну, вообще неправильная получалась у вас всегда. И вы постоянно расходились. Вот отсюда идет. Сейчас вам об этом идет вот такой правильный посыл, правильное сообщение. Да, нужно будет пройти какую-то гору и стать реально сама себе как заобразец. Вот, чтобы ты могла смотреть на себя и говорить, вот такую женщину я точно бы, вот женился бы на ней, да, если бы я была мужчиной. Праздник. Да, будет праздник, будет семья. Вот именно главное понять это, что ты самодостаточна, без эгоизма. Именно сама женщина, вот самая настоящая, что не говорится. Будет праздник на улице и будет семья. Да, тут идет очень хорошая карта на это. Ну, я бы закончила на этом, девочки мои дорогие. Вот такие вот сообщения, такие тайны нам открыли на сегодняшний день. Будем еще много-много тайн смотреть. Я вам очень благодарна за ваше присутствие здесь. Благодарна за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансово этого канала. Есть другие каналы, переходите по ссылке в описании. Ссылки в описании есть все. К этому видео есть в описании, там есть ссылки. Жду вас там. Есть два основных канала, которые я буду сейчас развивать. Это этот и еще один тоже. Он будет первый в списке, я постараюсь написать. Ну, или смотрите, в общем, там, где будут появляться видео. Подписавшись на все каналы, можно контролировать тогда, хотя бы знать, что будет видео новое с разными подсказками для вас. Этот гул, я очень прошу прощения, потому что нет другого времени для того, чтобы записать видео. Но в любом случае я решила снять. Я вижу, что девочки-торологи тоже не боятся таких моментов, да, и снимают видео тогда, даже когда условия просто не подходят. Вот. И я думаю, что мы победим. Все будет хорошо. Буду с вами прощаться. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.